В Международный день воды в агентстве Росводресурсов прошло заседание научно-технического совета. Диалог между экологами, депутатами Госдумы и руководством агентства начался неформально, с награждения лучших работников отрасли. По словам руководителя ведомства Ростема Хамитова, сегодня руководство страны уделяет должное внимание сохранению водных ресурсов, подтверждение тому трехгодовой бюджет, который сейчас обсуждается в Госдуме. Финансирование отрасли решено вести по нарастающей. В 2010 году водники планируют получить поддержку от государства в размере 20 миллиардов рублей. Объемы финансирования растут, наши расходы на науку, информационное обеспечение. Уже точно можно сказать, что в 2008 году информационное и научное обеспечение в сумме будут составлять порядка 600 миллионов рублей. На заседании научно-технического совета обсуждалась проблема обеспечения водой в мировом масштабе. Прогнозы, опубликованные Организацией Объединенных Наций, пессимистичны. Всего через два десятилетия весь земной шар может охватить глобальный экологический и гуманитарный кризис. Согласно всем прогнозам, в районе 2025 года в условиях хронического водного кризиса будет жить больше трех миллиардов людей. Прогнозируется около 300 миллионов мигрантов по причине нехватки воды. Что такое 300 миллионов мигрантов? Это глобальная демографическая катастрофа. По мнению Рустема Хамитова, для России пессимистичные прогнозы могут остаться на бумаге, если своевременно внедрить ресурсосберегающие технологии, а крупные города перестанут быть полигонами для испытаний химических реагентов. Москва зимой превращается в какое-то, извините, месиво, снега, грязи, химикатов. Этой грязью забрызганы стены домов, тротуары, люди, машины. То есть это уже вызывает просто какое-то отторжение и на вот таком просто моральном уровне. По словам ученых, отличительная особенность нашей страны – крайне неравномерное распределение водных ресурсов. Хотя мы занимаем по запасам пресной воды второе место в мире после Бразилии. Если взять, положим, Южный федеральный округ и Дальневосточный, то там по абсолютной величине водных ресурсов они различаются в 30 раз, а на душу населения в 100 раз. Прогнозы полноводности российских рек более оптимистичны. На фоне общемирового кризиса сток Волги к середине столетия может увеличиться почти на 15%. Крупнейшие водные артерии Сибири – Лена и Енисей, возможно, станут полноводней на 20%. Обмеление ожидает лишь реки в южной части страны – Дон, российские притоки Днепра, а также реки Западно-Сибирской равнины – Об и Иртыш. В завершение заседания научно-технического совета ученые подарили Рустему Хамитову уникальный сувенир – аммонит. Вообще, это животное где-то 70 миллионов лет тому назад плавало в меловых юрских морях, вот в теплых морях, то есть оно продолжало водной службе, потом оно стало частью осадочных пород, геологической среды. Я его возвращаю. Окаменевшие останки моллюска символизируют геологию и напоминают, что жизнь на Земле зародилась в воде. Защитить эту колыбель – значит сохранить нашу планету для следующих поколений. Субтитры создавал DimaTorzok